Помнишь, как ты попал вообще, в принципе, к нам, и помнишь ли ты первый съемочный день? Я вот нашу, например, с тобой встречу, именно не общение, а именно про общение мы поговорим на другой локации, на Дворцовой площади, а именно нашу встречу, когда мы первый раз лично с тобой заобщались в первый день съемок. Ты помнишь? Ну-ка, расскажи, что ты помнишь. Ну, нет, не то, что ты мне написал в Инстаграм. Это мы потом обсудим, а именно как произошло так, что мы заобщались с тобой вот в первый день. И нато еще была, даю подсказку. А я такой думаю, вот эти две телочки, типа, вышли такие, нифига себе, так, надо сразу к ним, короче. Я уже про бои вообще не думал. Забыл, да, куда шел? Какая очередь, я на вас вот так смотрелся. Да, интересно, нравится, буду. Короче, рассказываю, как это было. Мы у всех, так как тогда были времена ковидные, мы у всех пред входом даже на Дворок проверяли температуру. Если температура выше 37, мы не могли пустить участника, но были такие правила. У Артура было все это 37 с копейками. У меня 35 была температура. Нет, это ты потом сбил. У меня даже не было. Нет, сначала у тебя она была повышенная, потом ты каким-то образом сбил ее. У Артура была 37 с копейками. И мы с Натой, продюсером, выходим в курилку, и к нам подсаживается Артур говорит, «Девчонки, есть фишка, садисты как-то». Нет, если вы меня вообще не пустите, вы очень много потеряете. Я что, из-за температуры я туда не могу попасть? И мы с Натой ему объясним, говорит, ну ты сбей температуру и заходи. Мы только начинаем отбор, и все окей. В итоге, я не знаю как, но реально человек сбил температуру, вернулся. Ну и мы поняли, что мы не прогадали, потому что столько спектра эмоций и всего. Как Толя правильно сказала, главное открытие, наверное, первого сезона «Легенда» – это был Артур. А так вот из-за температуры могли потерять такую звезду. А вот смог, зашел и все. Ну правда, потом мы все равно посрались, но нормально же было все сначала.